приветствую друзей и подписчиков нашего канала наша бункерная эпопея продолжается мы вновь едем на бункер гиммлера там был офицерский клуб и по воспоминаниям немецких солдат что гиммлер появлялся в этом клубе не проходя через улицу вот мы и на месте вот стоит самоголовок а резина толстая была или на бункере на бункере сантиметров 40-50 давайте зайдем самоголовок кто не видел покажу двери бронированные толщина где-то наверно 15 может даже 20-25 миллиметров здесь тоже броня дверь стоит видите как она все устроена здесь андрей васильевич готов делать георадарную съемку начали георадарную съемку здесь по аэрофотосъемки сороковых годов был один объект вот три явно выраженных аномалий что это может быть мы в принципе предполагаем и он какой то есть железобетонные сооружения приветствую друзей и подписчиков нашего канала вот 1 июня первый день лета без пяти 7 мы уже в дороге наша бункерная эпопея продолжается мы вновь едем куйву на бункер гиммлера будем там работать сегодня у нас стоит такая задача там был офицерский клуб где по мемуаром или по воспоминаниям немецких солдат что гиммлер появлялся в этом клубе не проходя через улицу и когда мы делали предыдущую геомагнитку и георадарку там что-то показалось сейчас мы взяли более мощные антенны для глубины посмотрим где там бердиту взяли и наша задача все-таки попробовать повторить георадарку ой вернее геомагнитку потому что там почему-то включил и gps и вообще все и георадарную съемку сделать и определить аномалии если они присутствуют но мы взяли лопаты на всякий случай конечно покопаем так что сейчас туда доедем все увидите смотрим не переключается ну что друзья вот мы и на месте вот стоит самоголовок кислородная камера сегодня будем продолжать работу георадарную съемку сделаем на доме офицеров тоже сделаем некоторые манипуляции смотрим не переключаемся думаю будет интересно резина толстая была или на бункере на пункте сантиметров 40 50 40 500 сантиметров и крыша вы говорите какая-то сетка когда-то была потому что мне некоторые написали в комментариях говорят там говорит посмотрите на крыше может есть вход сам бункер давайте зайдем самоголовок кто не видел покажу быстренько вот двери бронированные толщина где-то наверно 15 может даже 20 25 миллиметров здесь тоже броня дверь стоит видите как она все устроена здесь здесь люди прячутся от бомбежек правильно сделали все аккуратненько культура так ну что мы сейчас будем делать геордарную съемочку у вас кстати вентиляционная труба одна пошла в правую сторону в левую сторону где-то какая-то труба должна выходить внутрь в сам бункер такое андрей васильевич готов делать геордарную съемку будем мы использовать сегодня антенны 25 и 50 мегагерц сзади нас 25 здесь 50 прошлый раз сделали пробивает довольно таки неплохо андрей васильевич надевает георадар сам блок центральный и и действием он уже начинает меня подгонять включать режим торопы до древесли что вы мне дорогие раппыганды василищи начали георадарную съемку тономерно сейчас перепроверим тономалью которую мы видели на предыдущей съемке вот сам оголок процесс георадарной съемки очень медленный андрей васильевич как всегда что-то мне рассказывает что я неправильно делаю и так всю жизнь и сколько я его знаю сколько он не всегда это говорит пенсионер всегда дурчит он кстати в этом году вышел на пенсию так первый профиль мы сделали сейчас посмотрим что там георадар показывает это воздушка а вот аномалия с хорошая с переотраженкой точно так же как и в прошлый раз была она а теперь мы знаем где она просто на прошлый раз шли в ту сторону в этот раз пересекли вот так вот сейчас мы вот бункер по дороге мы прошли сейчас параллельно смещаемся в лес и еще раз попробуем протянуть в самом лесу посмотрим будет она отображаться на том профиле на втором тянем по пересеченной местности уже параллельно тому профиль который мы сделали первым он был где-то 50 метров или может даже чуть больше здесь у нас парк давайте посмотрим на георадарную съемку недалеко от железобетонной конструкции мы сделали два профиля георадарные данные нам помог обработать наш друг товарищ геофизик леонид за это мы ему очень благодарны ссылочку на его канал оставлю в описании под видео кому интересно георадарная тематика переходите подписывайтесь на его канал мы и леонид будем вам очень благодарны на радарами мы видим что очень много воздушек ненужных сигналов на первом и на втором профиле явно выраженных аномалий от подземных сооружений мы не видим потому больше склоняемся к тому что оголовок который стоит на поверхности это всего лишь кислородная камера и к нему не подходят никакие подземные сооружения так тянем георадар вдоль дороги дорога на с левой стороны с правой стороны дом офицеров вот там где в деревья сейчас здесь протянем сделаем потом магнитку и определимся где нам капнут на доме офицеров участок собственности потому мы с хозяином уже договорились говорит капнуть на фундаментах можно будет тянем вдоль дороги андрей васильевич хочет что-то показать это глубина 50 метров 25 50 вот что было это я видел это там а вот сейчас смотри проходим на шутку такую вот это может волок воздушку может это воздушке но это же не воздушку нет это тоже может быть воздушку от вот а вот это это и она просто чуть дальше находится может быть воздушка там у нас если туда в лес посмотреть метров за 50 находится вентиляция прошла здесь мы ставим что-то цепанули посмотрим будет и сейчас аномалия на данном профиле в конце так я дарку закончили собираем и радар сейчас приступим к магнитке не выключать или выключил же вижу что очень это воздушке много за деревья за деревьев а вот наверно труба ладно тут не видно ну потом покажем гиро дарную съемку вдоль трассы мы сделали профиль по длине около 500 метров вот он кстати вот два предыдущих профиля которые мы делали возле оголовка давайте сейчас придем программу крот и посмотрим на радарограмму видим что на радарограмме очень много ненужных сигналов воздушек вот та воздушка про которую говорил андрей на глубине 44 метра товарищи специалисты возможно вы здесь увидите какие-то интересные аномалии обязательно напишите в комментариях профиль у нас получился около 500 метров напоминаю давайте сейчас двинемся еще немножко вправо здесь у нас только 400 метров по словам нашего друга леонида явно выраженных аномалий от подземных больших сооружений здесь не наблюдается возможно из вас кто-то видел что-то интересное обязательно напишите в комментариях в будущем мы постараемся изменить конфигурацию антен взять например антенны только 50 мегагерц для того чтобы ловить меньше ненужных не полезных сигналов в общем будем экспериментировать сейчас продолжать смотреть видео не переключайтесь товарищи эксперты здесь по аэрофото съемки 40-х годов был один объект сейчас этот объект вы увидите на экране мониторов и он какой-то есть железобетонные сооружения говорят что канализация потому напишите возможно это канализация кто знает 40-х годов или более современные покажи андрей васильевич вот она стоит круг такой он закрыт лазить мы туда не будем тут замки висят похоже как септик то нам сказали но по бетону тоже ничего сказать пока не могу то может быть плита лежит видно ушки опускались а так ничего не скажу больше давайте посмотрим на магнитную съемку первого участка крестики это мои пройденные треки загружаем саму магнитную карту видим что у нас есть протяженная магнитная аномалия но к сожалению это аномалия не от подземных объектов а от линии электропередач также у нас есть мелкие аномалии к сожалению структура их не протяженная потому могу предположить что это отдельно лежащие куски железа которые находятся под землей продолжаем поиски мы находимся на месте офицерского клуба в гуеве это то что я рассказывал где гиммлер появлялся не проходя через территорию где увидели алексей делает магнитку потому что в прошлый раз видать из-за этой вышки и вон еще одна вышка у нас что-то gps не работал а здесь у нас в этом районе были аномалий я поняла что немаленькая мы в прошлый раз понимали что на немаленькая буквально 10 минут я закончу давай давай должна получиться вроде бы все работает давайте посмотрим на магнитную съемку которые мы сделали на фундаментах дома офицеров говорят что из бункера был вход в этот дом офицеров под землей насколько это правда я не знаю у кого возможно есть какая-то информация сообщите нам напишите это в комментариях вот пройденные треки загружаем магнитную карту вот три явно выраженных аномалий что это может быть мы в принципе предполагаем поскольку в данных сооружениях сто процентов был подвал возможно это железобетонные конструкции и не только возможно какие то есть массивные железные элементы это нам предстоит узнать в будущем так вот у нас фундаменты 1 аномалия была здесь обнаружена 2 чуть дальше помоги ты съемки вы все видели здесь было 3 аномалия найдено вот фундаменты друзья я хочу вам внести кое-какую ясность мы здесь работали к нам подошел в один местный житель хороший человек спасибо ему и сказал что рядом есть такой же клуб как стоял здесь такой же дом офицера точнее повез нас туда нас познакомили с руководством руководство дала нам доступ посмотреть клуб изнутри подвалы спустились но я был ошеломлен это монументальное трехэтажное строение 1936 года их таких было построено 31 гуеве 2 там где мы смотрели и третье в энгельсе в россии по рязанской области да вот значит перекрытие в подвале железобетонные на железобетонных колоннах стоят и самое интересное нам дали еще одного местного жителя который работал тоже 20 лет в этом клубе директора мы кем-то знаю он вышел и рассказал нам что от этого клуба к школе которая тоже была построена до войны во время войны в школе было гестапо и немцы построили подземный ход там где-то 800 метров километр и было ответвление по этой же по прямой будет вот центральный вход за моей спиной по прямой 800 метров километр слева школа было а метров сто восемьдесят сто двадцать был поворот направо и вел в санчасть в госпитале после войны это все замуровали и сейчас я понимаю почему здесь такие громадные фундаменты вот я представлял клуб не как ну клуб ну клуб и клуб а это то есть кто в энгельсе там может посмотреть найти вот этот дом офицера это был гарнизонный дом офицеров вот это монументальное строение стиле такой российский ампир красивая ну реально красиво единственное что потасканая немного уже да со временем и ухоженная вот поэтому сейчас решили сделать здесь напротив главного входа если главный вход у нас был вот здесь мы тоже здесь потому что там находится как раз второе головок бункера и большая часть бункера на той территории там находится вентиляция мы находимся вот вдоль дороги это трасса идет киев-бердич вот мы на этой трассе находимся где-то дом офицеров стоял и мы сейчас решили параллельно дороге и перпендикулярно если был подземный ход сделать два профиля посмотреть что-то нам покажет или может вы что-то знаете что-то нам подскажете мы будем только очень рады информации так что смотрим на обработку и решаем что дальше делать белыми линиями и крестиками обозначены наши профиля для радарной и магнитной съемки видите что работы было сделано немало прошли мы несколько километров это было сделано за две экспедиции давайте сейчас посмотрим на два последних профиля георадарной съемки выключаем треки магнитной съемки вот два последних профиля давайте сейчас посмотрим на радарограмму на радарограмме мы видим что явно выраженных аномалий от подземных сооружений из центрального входа в дом офицеров не наблюдается. Хочу сказать, что мы показываем реалии поиска. Вместе с вами если приложить усилия, мы обязательно подземные сооружения и сам бункер обнаружим. Нужно на это время. Все не так уж просто. Возможно у кого-то есть какая-то интересная информация по данному бункеру. Напишите обязательно в комментариях. Свяжитесь с нами. Кому понравилось видео ставим палец вверх. Кому нет, вы знаете что делать. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok